у usb в панере есть? а девяточка почем? уходы на качьяна транш по носке нет а если 18 у usb в панере есть? девяточка почем? а чья? а почем здесь сейчас миллиметровка? ну я обычно беру листами обычно один на один беру он как обычный метр двадцать пять на он накатан можно 200 рублей скинуть 2800 спасибо скажите а кроновская фанера там лежит девяточка там у вас фанера лежит, кроношпан 9 мм почему она? фанера? ну usb как-то зашел он мне говорит а вот бумажка с этой штуки ручка 50 рублей 900 рублей ну собственно говоря вы сами все видели только что какие цены фанера дорожает она в начале зимы была по 750 кроновская в каркестарам то я конечно молчу там таборы сидят лютые они там по 1800 как она у них стояла так она у них так и стоит а это вот фанера короче дорожает 870 самое дешевое вот здесь вот 900 и то видите как надо надо ходить пинать реально реально пинать надо ходить потому что ну я иначе никак иначе никто ничего не хочет делать вот никто не знает цены ну как бы это нормально для строительных рынков это же рынок вот и магазин такой же примерно в принципе поеду куплю за 870 рублей и доставку в себе вот в гараже вот а и да и тут недавно короче был в гостях этот товарищ короче продал машину и очень давно уже это сказать ну что она ну где-то полгода за рулем не ездит ну то есть свои машин нет то есть бензин не покупает ничего не понимает такой ему такой ну блин ну да типа там потом бензин короче там по 54 сколько бегу до и и говорю по среди раз на приставках дуба 46 еще бы а то есть дан хороши Switch видео доsedешь его и точнее все все это нашиil сало наша девшевеет А жизнь становится дороже. Так что да, вот так вот. С 4 к 6 до 54 бензин 95. Все классно, здорово и великолепно. Здорово всем, у нас с вами Qashqai первого поколения на обслуживание, ну точнее это сказать, на замену колодок ручника и обслуживание направляющих суппорта. Потому что направляющий суппорт очень закислит хорошо, много очень грязи там, всякого такого. Так что будем все это дело обслуживать и менять, делать будем. Левое колесо я в прошлый раз снимал, разбирал, там был вклинивший ручник, потому что накладки на колодки отвалились, потому что они сгнили от старости. Вот, и так говорит о том, что не получится так вот один раз поставить колодки и типа, ну я же ведь езжу мало, и типа им же ведь ничего не будет. Не будет, да, они только сгниют и все. Вы же ведь мало ездите, правильно? Вот. Поэтому мы так вот туда, поэтому будем менять сейчас колодочки, снимаем колесико туда-сюда, тормозной барабан, короче, скидываем, ну и всякое такое, короче, погнали. Продолжение следует... Итак, ребят, хотел бы я вам показать суппорт, точнее скобу с колодками, ну, как вы понимаете, да? Все очень грандиозно, печально. И вот таких вот тормозов, она даже не двигается, колодка, я колодки даже не смог вынуть отсюда, потому что, ну, проще было скобу снять, потому что все равно диск снимать. Потому что менять надо ручной тормоз, колодки ручного тормоза, и колодки тормозные надо тоже менять. Видите, как ее перекосило, здесь больше материала, здесь меньше материала. Вот, и по факту давила только вот эта колодка, эта колодка не давила, потому что суппорт там был внутри, если посмотреть в отверстие, то они там классные и очень даже ржавые. Вот, сейчас замочим, оно постоит, вот, потом почистим, там внутри все. Скобу почистим, вот, и поменяем колодочки, оставим пружинки штатные, они из нержавейки, не должны были развалиться. Ну, вот так вот народ у нас любит ухаживать за тормозами. К сожалению, ребята, сборку заснять не удалось, но новые пыльники, вот, почищенные направляющие, вот, новые колодки, все смазано, помазано, все почищено, скоба, ну, поскольку скоба отделяемая, она покрашена. И да, кстати, на вот этих вот машинах, я так понимаю, это болезнь, что вот так вот стоит шланчик тормозной. Это неправильная установка, стоит, у тебя правый стоит на левую сторону, а левый стоит на правую сторону. Почему? Потому что ваш шланчик смотрит, куда? Правильно, напротив направляющего. А это говорит о чем? О том, что вот его будет очень геморройный поднимать. А если бы эти шланчики менять местами, она бы смотрела бы не сюда, не вот в эту вот сторону, да, как она вот. Сейчас. Вот, видите, да, у нас, видите, вот, он и он, они как бы, низ смотрит туда, а вверх смотрит туда. А надо, чтобы низ смотрел сюда, а вверх смотрел сюда. И тогда все будет классно и здорово, да? Потому что здесь то же самое, если левый поставить на правую сторону, а правый на левую, то шланчик будет смотреть туда. И все будет здорово. И ты сможешь снимать спокойно направляющие суппорта. Ну, Nissan, купил Nissan, но ты сам знаешь, что с ним сам, короче, делать. Так что, вот так вот он. Так, ну а что, левая сторона? У нас синенькой и оранжевой пасти. Все новые колодочки, вся фигня. Там все вставлено, поставлено, все готово. Можно ставить тормозной барабан. Ну, ступицу, естественно, я здесь почистил. Все почистил, все хорошо. Вот как-то вот так вот. Кстати, я даже не думал, что вот такие вот крючки могут очень круто пригодиться при натягивании вот этих вот пружинок всяческих. Их здесь три, а бывает, что и четыре. Ну, короче, ссылку на них дам в описании. Офигенный комплект крючков. Всем рекомендую. Они прикаленные, то есть их фиг разогнешь. Они остренькие, хорошие ковырялочки, такие удобненькие, небольшие. Вот четыре штуки в комплекте. Вот такая, чуть-чуть загогулиная, 90 градусов. Совсем загогулина. Вот, и обычное шило прямое в комплекте. Офигенно, рекомендую всем. Короче, накидываю диск тормозной и это, собираю. Тормозюльки прокачал. Вот, все собрал. Слушай, на месте, да, диск старый остается тормозной. Ну, как бы, а еще походит, е-мое, блин. Это же задние тормоза, фигня. Вот, так что это, сейчас колесо ставим на месте. Сейчас фигня и можно будет поехать покататься, посмотреть, что у нас тут с тормозами. Кашкай уехал, все хорошо, все нормально. Конечно же, барабаны там, ну, вот это вот, все-все дело, все такое старое, все ржавое. Ну, как бы, блин. На нем надо ездить реально, да, тогда оно будет более-менее еще адекватное. А так, блин, как бы, ну, не знаю. Барабаны надо было, конечно, поменять бы, ну, диски тормозные сзади. Ну, дорого очень, очень дорого сейчас нынче стоят тормозные диски. Я вам сейчас, я вот, вам вот, напишу, сколько стоит комплект тормозных дисков, самых дешевых на эту машину. Вот, но также, да, кстати, колодки вот этой вот, комплект, который я оставил ему, Милинский, Китай, конченый, блин, не в размер, все кривое, косое, блин, не берите это говно. Но, я их покупал за 1380, сейчас они стоят 2600. Все дорожает, капец, ему, скоро хлеб по 100 рублей будет, ему. Приезжал ко мне сегодня Диман поменять масло, тотал кварц он себе, нет? Вот такой вот 9000. Вот эту вот канистру, он последнюю купил, последняя была канистра, представляете? Она была последняя канистра за 3 990. Везде, в остальных местах уже по 6. То есть, все, конец. Реально, прям, капец, я-мая, блин, цены ползут вверх, просто нереально. Я же говорю, USB-панеру, которую я покупал, сейчас уже 1200 стоит. 1200 за лист, блин, надо было 20 брать листов, а не 15. Короче, это капец, я-мая. Я взял по 870, надо было реально 20 листов брать. Так что вот так вот. Дорого живем, дорого. Богато. Всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова